Приветствую всех, с вами Феномен. Все мы с чего-то начинаем и часто делаем это неправильно, но на то мы и люди, которые учатся на своих ошибках. Сегодня я решил сделать небольшой топ для начинающих игроков в Gods Unchained, опираясь на свой путь, и если бы я знал это раньше, я бы, возможно, поступил бы иначе в некоторых аспектах этой игры. Так как в последнее время я очень много заседаю в этой игре, плюс общаюсь с людьми, которые в ней уже не первый год, и я максимально пытаюсь доносить информацию для игроков. Я для этого даже создал многим знакомый телеграм-канал Google Ads, куда мы с командой постим все новинки и что вы могли упустить по игре. Так что это можно считать, ну пусть не первым, а очень важным моментом это подписка на наш телеграм-канал, который в разы упростит вашу игру в Gods. Ссылку, конечно, можно найти в описании. Первая ошибка, наверное, самая банальная, и даже сложно ее назвать ошибкой, это просто обычная лень или сложность в том, чтобы потратить примерно 30 минут своего времени, хотя может и меньше, так как многим, и мне в том числе, свойственна штука по типу, я уже в картонке играю 15 лет, я и так все знаю. По итогу ты изучаешь игру методом тыка и постоянных ошибок. Конечно, есть вещи, которые в ГУ работают не совсем логично, и это ты начинаешь понимать только наиграв какое-то количество времени, ну, например, вард, который в твой ход не работает на ваших существ. По типу, играешь ты за мага, кидаешь какой-то анбаунд в лицо противнику, и твои существа с вардом и четырьмя хп умирают, и ты сидишь с лицом пипеги и идешь перечитывать термины игры. Конечно, в этом плане зарубежным игрокам попроще, но если ты новичок и вдобавок не очень дружишь с английским языком, поначалу это реальная проблема. Но этого не стоит бояться, просто нужно уделять этому какое-то время. Все до жути просто, этот пункт я бы отнес в раздел душных, потому что, ну, я бы лично все равно играл бы, ошибался, проигрывал, и это сделало бы меня сильнее. Но есть люди, которые после пары лузов начинают подгорать и говорить, какая игра поломанная или несправедливая, и играть я в нее не буду. Но чаще всего это как раз таки относится к тому, что ты плохо изучил игру и какие-то базовые вещи. Поэтому простая ошибка новичка это изучение базы и карт плюс боязнь поражения. Хочешь не хочешь, но в карточно-коллекционных играх ты обязан знать карты, пусть не все, но уверяю, тебе будет намного проще играть, если ты будешь знать хотя бы сколько-то картонок и для чего они вообще. А также советую посмотреть мои советы по разным темам насчет готсов, там много полезной инфы, как собрать колоду, что такое крафты и так далее. Если вот вы из числа вот таких игроков, которые просто глухо врываются в игру, то я советую в первую очередь изучить карты хотя бы поверхностно, что-то да по-любому запомнится. Но есть одно но, декбилдер в Гу не очень удобный и недружелюбный для начинающих игроков. Но есть сайт Гу Декс, где собственно можно посмотреть все карты. Заходим на главную, жмем We All Decks и на кнопку Декбилдер. Выбираем природу или любой класс, который вам нравится. Можно посмотреть, что обилки делают. И тут мы попадаем в список всех карт, где можем по фану собрать колоду. И главное сделать это просто и наглядно. Нормально перевести карты, например, те, которые мы чаще видели. Посмотреть, что они делают, что у них за ключевые слова, которые, кстати, можно найти на русском языке в специальных ссылках, в которые мы добавляем разные полезные вещи. И там есть термины и механики на русском языке. Заходите, изучаете. Да, это нудно, но это нужно, поверьте. Второй пункт это обесценивание эффективности карт, которые недорогие. Одна из самых, наверное, распространенных проблем у новичков, да и даже у тех, кто уже поиграл какое-то время, то, что они думают, что чем дороже карта по редкости или по цене, тем она круче. Конечно, есть такие карты, но я сейчас о другом. Сколько раз я видел в том же чате у нас людей, которые копят награды с ивентов, чтобы купить себе какую-то дорогущую легендарку и думают, что вот если она у меня будет, я сразу стану нереально крутым игроком. Проблема в том, что такой подход крайне неразумный. Обычный пример. Например, парнишка начинает играть на природе, и как принято, ты вначале начинаешь играть на колоде из говна и палок. Я даже не знаю, как провести аналогию, чтобы было понятно. Чтобы дойти с бюджетки до топовой колоды, вам нужно постепенно ее улучшать, а не пытаться в свою колоду из говна и палок добавить одну карту, которая все должна исправить. Да, она может улучшить винрейт колоды на процентов 5, потому что это одна карта на 29 других твоих говнокарт. Если кто-то играл в доту, то это что-то наподобие с первой минуты фармить на рапиру, что иногда может, конечно, сработать, но на дистанции вы будете больше разочарованы таким подходом. Поэтому первым делом нужно собирать постепенно переходные и ключевые карты. Так как есть очень много хороших карт, которые стоят недорого, и они доступны, и так намного профитнее строить экосистему своих колод и вообще тратить грамотно свои награды, это не шутка. Есть люди, которые играют без ключевых карт, фармят 3 месяца, чтобы купить условного дагона в природу и думают, что он один улучшит их колоду, что максимально глупо, так как ты мог после каждого ивента улучшать свою колоду понемногу, и тем самым, во-первых, отыгрывать следующие ивенты лучше, а во-вторых, быстрее окупить затраты. Прежде всего, подготовьте фундамент колоды, чтобы забивать ее дорогущими картонками. Ну или в донте пару соток, и бед не знаете. Кто сильный снаружи? Внутри. Не снаружи. Третий пункт. Освойте колоду. Сколько раз я сам прогорал на этом моменте, вы бы знали. Я играл на многих колодах, даже на колодах за полтора эфира, и даже учитывая, что я не то чтобы суперскилловый игрок, но просто шарю за карточные игры, мне было сложно понять сразу сходу какие-то колоды. Даже это могли быть не комбо-колоды, а обычные медовые колоды или агро-колоды. Но я не мог влиться в темп колоды, или не знал, как мулиганить и что мулиганить в разных матчапах. Поэтому прежде чем врываться сразу в ранкет на своей невероятно крутой колоде, даже если вы ее взяли с топа, сначала нужно ее протестить. И тут есть несколько вариантов. Первый из них, просто покидать картонки хотя бы против ботов. Да, запускайте соло-игру против бота, и пару раз играйте. Просто представляете, что и когда вам нужно будет играть. Второй вариант, это найти людей, например, у нас в чате, и поиграть в дружеский бой. Возможно договориться, чтобы какую-то специальную колоду против вас взяли, и все в таком роде. Перед ивентом многие тесят свои колоды, поэтому найти такого человека достаточно просто. Ну или еще один вариант, так как в игре нет анранкида, то в этот вот директ челлендж пишем код «практис». Это такой вынегласный код, которым пользуются все игроки, и тестят там свои колоды. Зачастую там находят игру что-то в пределах трех минут. Конечно, зависит от времени, в которое вам присвичило потестить колоду, но чаще всего находят игроков без особых проблем. Просто подготовьтесь к ивенту, а не стартуйте ивент на незнакомой вам колоде. Четвертый пункт сложно назвать прям пунктом или прям советом, но если вы давно не играли в гоцы или только начинаете, ивент упростили, и теперь не нужно играть по 25 игр, сделали всего лишь 18 игр, но благодаря новой системе дейликов убрали награды в гоцах на ивенте. Теперь за него мы будем получать только паки. Как узнать, сколько паков? Все как и раньше. Заходим на Гудекс, ищем себя в поиске, и смотрим, что мы можем получить за количество побед на нашем ранге. Но есть одна хитрость, про которую многие не знают, и это вообще такой пункт, который редко упоминается. Это один NFT пак за 30 побед. Я, конечно, об этом много где писал и говорил почти во всех своих видео, но на практике всегда находятся люди, которые слышат об этом в первый раз. Так вот, во время ивента, а если быть точнее, каждую пятницу с 15.00 по МСК и до понедельника тоже в 15.00 по МСК, если вы набьете 30 побед в этот промежуток, вы получите дополнительную награду в виде одного редкого NFT бустера. Да, то есть если вы новичок, и вам не фартануло дойти до паков с NFT, просто играйте дальше, пока не сделаете 30 побед. И это гарантированно даст один халявный пак, с которого карты вы сможете продавать на торговке. Ну и финальный пункт, это игнорирование флюкса и старсов. Кого-кого? Старсов и флюксов. Первый, это ресурс, который дается закатке, и потом используется в форже карт. И если раньше он был не так актуален, то сейчас, когда ввели дейлики, и ваш бонус в увеличении награды зависит от того, сколько у вас блестящих карт в колоде, он стал очень ценным ресурсом. Но не все знают, что есть такая тема, как гезерфлюкс, где тебе дают повышенные награды, если ты играешь на разных богах. Список вроде обновляется каждый день или неделю, и так можно фармить халявные флюксы. А вот старсы нужны, чтобы, например, купить картонки в старсторе. Да, есть такой магазинчик. Зачастую там предлагают полную шляпу, но иногда, если, условно, ты много играешь, у тебя есть много старсов, то можно скупить какие-то картонки, которые стоят там на торговке по полдоллара, затем их сфоржить, а если это комонка, то ты потратишь очень мало ресурсов, но сможешь заработать. Так, например, я покупал болты за старса, затем перекрафтил их золото и продал за 6,2 бакса, а потратил на крафт пару годсов и как раз таки старса. То, условно говоря, если бы я был новичком, то этого можно было бы добиться вполне спокойно, вложив в игру ничего. Но я имею в виду в плане доната. То есть старстор и форж это неплохое место, где можно свои полученные там первые годсы инвестировать и прокрутить через маркет, чтобы получить и заработать чуть больше. Плюс, учитывая то, что цена годса сейчас крайне мала, его цена в годсах на тот же форж не менялась. Это я к тому, что пока токен пробивает дно, это самое лучшее время для крафта. Так как, например, легендарку скрафтить сейчас, по деньгам стоит что-то порядка 40 центов. А если годс отрастет обратно до 1 доллара, то и цена на крафт леги будет 1,5 доллара уже. Да, как бы она вырастет тоже. Так что фармим флюкс, старс, проверяем старстор, крафтим за годсы и продаем в эфире. Изи профит для начинающих. Можно добраться до нормальных картонок буквально с нуля. Надеюсь, вам было полезно это видео. Все нужные ссылочки оставлю в описании. Обязательно заходите, проверяйте. Ну а у меня все. Всем удачи, всем пока-пока. Если остались вопросы, можете написать в комментарии. Помогу, чем смогу.